Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 12 октября. И вот вчера я сидела посреди теплицы и снимала видео, как подготовить почву после томатов и для томатов снова. И я говорила, что одним из способов очень действенных, когда можно вообще никаких дополнительных процедур не делать, это агротехнический прием, который используется на протяжении многих-многих, не только лет, но и десятилетий, наверное, столетий. Это чередование культур, которые... Ну, короче, севый оборот. Когда мы высаживаем вместо томатов те культуры, которые не только не истощают землю, но и обогащают опять перед высадкой, снова через несколько лет томатов. И вот как раз у меня под рукой оказалась эта книжечка. Я вам говорила, что я нынче устанавливаю вот эту нагревательную ленту из Екатеринбурга. И они, когда высылали, не знаю, может быть, всем добавляют, может быть, мне, как оптовому покупателю, раз я две ленты заказала, блокнотик вложили, вот такой вот дневник садовода. Он мне очень пригодится, как раз буду все сейчас записывать, прям с сегодняшнего дня, что куда посеяла. И тут вот для таких вот людей, у которых есть возможность соблюдать севый оборот, как раз дана таблица. И я сейчас вам покажу ее, вам будет очень-очень удобно тем, кто хочет воспользоваться этим агротехническим приемом, то есть ничего не делая, просто чередуя вот эти культуры различных семейств, поддерживать вот такое, ну как, благополучное состояние своей почвы. Тут есть, сразу говорю, хорошие, плохие и нейтральные. Так как меня интересуют больше всего томаты, я сейчас именно томатную строчку и посмотрю, а потом я вам покажу всю таблицу. Вот смотрите, томаты в принципе, их нельзя высаживать только после самих же томатов, вот про что я говорила, когда томат на томат сеешь, там обязательно нужно какие-то дополнительные меры, иногда трудоемкие, иногда и замену грунта применять, и обработка фунгицидами химическими. Еще они после картофеля не хотят расти, и после перца и баклажан. И если мы вот так задумаемся, что это такое, картофель, баклажан, перец, томат, мы поймем, что это одна их общее такая семейство, вот их, как бы сказать, их такое, сейчас я найду, где они, так, тут, 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 вот они, наведу. Это их одно семейство посленовых. Из этого вот даже начинающий огородник может сделать для себя вывод. Можно высаживать, например, томаты после любых культур, кроме посленовых. То есть культуры, которые входят в одно и то же, вот это вот как тут, ботаническое семейство, их лучше не чередовать друг за другом. Но про то, что кто-то вынужден несколько лет выращивать на одном месте, вот как я, я уже сейчас не буду про это, это совсем отдельная песня, но все-таки, если у вас есть возможность, и это касается даже не теплиц, а вообще всего огорода, если у вас есть возможность, есть время вот так вот пораздумать, что куда посадить, то, конечно, лучше всего после томатов на следующий год высаживать что-то совсем другое, а что, вы посмотрите вот по этой таблице, зеленые клеточки, отмечены те культуры, которые прекрасно после томатов будут расти, кабачки, капуста. Все перечислять не буду, я сейчас наведу вот так. И вы посмотрите сначала вот эту табличку, где написано, что чередовать культуры во избежание одинаковых болезней и появления вредителей, а также истощение почвы. Вот как раз все то, о чем я вчера так долго сидела в теплице, рассказывала, это вот все включает в себя эта табличка. Спасибо вот Уральской усадьбе, у меня это тоже теперь будет шпаргалка. Вообще, я, конечно, заглядываю в интернет иногда, но это ничего мне не дает, потому что у меня участок очень маленький, и он заселен весь томатами. Мне приходится к другому прибегать. Агротехнически вот этот прием, мне он не подходит. И поэтому я говорю, что у нас решение проблем у каждого будет свое, но у кого есть возможность, кто высаживает на своем участке и кабачки, и огурцы, и томаты, вы можете легко маневрировать, менять вот эти культуры. И тогда вам не придется делать каких-то дополнительных еще усилий, для того, чтобы почва не истощалась. А если еще будете осенью сеять сидираты, это вообще прекрасно. И вот еще посмотрим, какие ботанические семейства. Кстати, вот здесь табличка рядом, совместимость на грядках, что с чем нельзя высаживать. Я потом расскажу, у меня очень-очень много вопросов приходит каждый год. Можно ли томаты и огурцы высаживать в одной теплице? Я уже один раз говорила. И вот здесь табличка, на ней как раз написано, что у них совсем разные характеристики, и лучше их вместе не высаживать. Они очень плохие соседи. Все, вот это просевый оборот. Я даже не буду сильно долго рассказывать, потому что табличка говорит сама за себя. Вот смотрите, вертикали и горизонтали, если пересекаются и красная клеточка, значит лучше друг за другом, или друг после друга их не нужно высаживать. Все, до свидания.